Азербайджан Противоположная сторона также должна остановиться, потому что если она не остановится, то и мы не остановимся, как передает канал 13, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Малиев в обращении к народу. Решение вопроса уже обеспечено. Конечно же, если Армения будет соблюдать прекращение огня, я уже отдал все соответствующие приказы. Отдал приказы командованием. Мы останавливаемся. Мы с уважением относимся к своей подписи. Мы завоевали эту победу на поле боя. Около 300 населенных пунктов, в том числе город Физули, Джавраил, Зангелан, Губатлы, Шуша, поселок Гатрут, Сугавушан, другие поселки были освобождены на поле боя. Другой важный вопрос, который я хочу отметить особо. В этом документе закреплена связь Нахчеванской автономной республики с основной частью Азербайджана. Открытие всех коммуникаций и дорог в то же время здесь указывается, что может быть создана и должна быть создана новая транспортно-коммуникационная инфраструктура. Мы, конечно же, очень поддерживали это. Могу сказать, что этот пункт был включен в это заявление по моему настоянию, сказал глава государства. Президент Ильхам Алиев также отметил, что Турция официально сыграет свою роль в будущем урегулировании этого конфликта и в деле соблюдения о прекращении огня. Хотел бы отметить еще один вопрос. Я знакомил свой дорогой народ с текстом документа. Здесь применяется новый механизм контроля. В пятом пункте заявления говорится, в целях повышения эффективности контроля за выполнением сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня. Я могу сказать, что в этом центре будут действовать военнослужащие России и Турции. Таким образом, Турция официально сыграет свою роль в будущем урегулировании этого конфликта и в деле соблюдения прекращения огня, сказал глава государства. Президент Грузии поздравила Армению и Азербайджан с окончанием трагической войны и поблагодарила всех посредников в карабахском вопросе. На Кавказе начинается новая эра, написала в своем твиттер президент Грузии Соломей Зуравишвили. Поздравляю наших друзей Армению и Азербайджан с окончанием этой трагической войны и благодарю всех посредников. Выражаю соболезнования семьям жертв. Нет альтернативы миру и стабильности. Мы вместе начинаем новую страницу сотрудничества, говорится в ее публикации. 10 ноября состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, сообщает канал 13 со ссылкой на Азертач. Главы государств поздравили друг друга с блестящей победой Азербайджана в Карабахской войне. Президент Ильхам Алиев еще раз поблагодарил турецкого коллегу и турецкий народ за политическую и моральную поддержку Азербайджана во время войны. Реджеп Таипом Эрдоган выразил признательность главе Азербайджана за высокую оценку поддержки его страны. Президенты Азербайджана и Турции заявили, что наши дружественные и братские страны и народы и впредь будут находиться рядом. В ходе телефонного разговора было высоко оценено создание Турецко-Российского миротворческого центра по контролю за прекращением огня. Выражена уверенность в том, что он несет вклад в дело обеспечения долгосрочного мира в регионе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook обвинил экс-министра обороны Армении генерал-полковника Сейрана Ганяна в трусисти и в бегстве с поля боя. Передает канал 13 со ссылкой на армию Аз. «Призываю всех граждан, которые понимают, о чем идет речь, готовиться к мести, потому что мы должны отомстить им за наших солдат, мы должны отомстить им за нашу потерянную родину, этим республиканцам, этой процветающей Армении, этому дезертиру, бежавшему с боевой позиции. Его нужно судить за дезертирство. Этот оппозиционный политик, который также потребовал моей отставки, позавчера покинул позиции в Шуше и бежал с генеральскими погонами на своих плечах. Однако уже сегодня он появился и заявил, что стоит рядом с нашей армией. Но тогда почему он бежал? – сказал Пашинян. Отметим, что накануне Пашинян также в прямом эфире на своей странице в Facebook обратился к армянскому народу. Он заявил, что подписал соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе после соответствующей рекомендации со стороны вооруженных сил страны. «Я принял такое решение после того, когда армия, по сути, настаивала на принятии такого решения. Вы представляете ситуацию, когда армия говорит, что надо остановиться? Она не дает обнадеживающего ответа на наши многочисленные вопросы. У нее исчерпаны ресурсы», – отметил Пашинян. В Нагорном Карабахе будут размещены только российские миротворцы. Как передает канал 13, об этом заявила в эфире ради станции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Важный момент, на который я бы хотела обратить внимание, о миротворческих силах. Речь идет о миротворческих силах Российской Федерации. Хотела бы еще раз обратить внимание на слова президента Российской Федерации. Речь идет о российских миротворцах в зоне вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе», – сказала она. По данным Минобороны России, в зоне Нагорного Карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент. 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделение миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Субтитры создавал DimaTorzok